Ну что, дорогие друзья, сейчас готовлю себе кофе, персика, фрукты я уже помыла, так что вот, и персик, и виноград, и сливу. Сейчас сделаю себе кофе, не буду кушать. Немножко кофе, немножко сухих сливочек, кипяточек. Видео загружаются на мой канал YouTube. Спасибо. Сухой завтрак, обратите внимание. Немножко сухого завтрака. Ну вот так, нормально, наверное, или побольше. Сейчас посмотрю. 11 часов утра. 2 сентября 2021 год. Готовлю себе завтрак на позитиве. С вами я, специалист в области позитивной психологии. Ну да, как же Татьяна Салмановна не забыть. Да. Если бы Татьяна Салмановна была певицей Валерией, когда мне было 22 или 23 года. Ох, моя жизнь сложилась бы по-другому. Да. Даже к бабке не ходила. Знаете, такие намеки показать, как он с певицей. Ах, жаль. Жаль, что вы не такая. Ну да. Показать, знаете, Анжелина Джоли и скажут, ах, да, жаль. Такие эти мужчины, мужчины, они такие, они такие на позитиве. Жаль, что вы не Валь певица Валерия. Жаль, что вы не Анжелина Джоли. Они вообще сказали, ах, жаль, что вы не голливудская актриса с такими гоноралами, как Анжелина Джоли. Так что, а всего лишь Александра Татьяна Юрьевна. Ну, ах, если бы были из семьи нефтяного магната, там еще, в общем-то, с таким приданым, с таким приданым. И почему этим родственникам что-то все надо и надо? Они все тянут и тянут. Как хорошо иметь богатых родственников, которые дарят другие подарки. Сен Салмановым не будет вам говорить чьи слова. Кто это такое оговорил? Сколько лет назад? Мне 49 лет. Ох, ну да. Как Валерия одевается. Конечно, там это стилисты, визажисты. Ну, давайте, в общем, уже кушать, еще ближе кушать кушать. В общем, брендирую видео. Сейчас я эти видео, это мой канал Ютуба. Так что, вот. Сейчас я разместила страницу ВКонтакте. Икру я поставлю в холодильничек. Так что, вот. Такая небольшая выкладочка. Такая, знаете, я оформила такие дизайны, оформила на новом столе. Ди фрукты, овощи. А, мне еще нужно, этот, помыть, ложечку нужно еще помыть. Ложечку, да. Блин, еще ложечка грязная. Всего одна ложка, маленькая. Чтобы не восполнилась, мне нужно ее помыть. Вы поняли, да? Такая хренатенька, короче, вот эта. Вот такая хренатенька. Эй, началось. Умень. Наш, нул波, легких, смыть. Будет брукта. Умень. 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 Дельфиле. Умень. Умень. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Не roofie PilaTorzok Субтитры זה G впору DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 폭ситры делал DimaTorzok Центр BurdaAL DimaTorzok Сп Front moments Денси shooting У Kid whooped vs. двери Денси пампания оч 650 fix А как иначе сказать-то? Я не знаю, как иначе сказать. Это нахуй, вот это вот опять вот с этим Ишаком мне ночью звонил. Мне это, блядь, надо, чтобы он мне ночью звонил? Меня беспокоило. Я в четыре легла, до четырех работала, в восемь встала, а он мне будет звонить вообще, блядь. Я ему вчера два раза объяснила, а он, нахуй, не, не понимает. Ну, давайте ближе к позитивчику, конечно. Ну, да, как стать олигархием? Сейчас я на мою страницу Facebook это видео загружу, на страницу ВКонтакте тоже. Вот, я сама, давай, очищем, ближе, такой, позитивчик, позитивчик. А, да, такой, позитивчиком очистить все это пространство, очистить позитивчиком. О, немножко нужно, немножко нужно добавить горяченького, немножко песочка. Просто не надо обольщаться, понимаете, сейчас Татьяна Соломана вам скажет, не употребляя какие-то там имен, фамилии. Просто она вообще скажет, не употребляя, понимаете. В принципе, знаете, если, может быть, там иностранец, а сейчас я добавлю этого тепленького. Так что вот. Здесь есть два варианта. И лучший вариант – богатеть самой, стать самой олигархием. В общем, это видео я тоже уже загружаю туда. Здесь два варианта. В принципе, один вариант – богатеть и самой, вот, прокачать денежную чакру. Прокачать денежную чакру и самой стать, понимаете, вот это вот, богатой. Это что, Наталья Правдиной? Наталья Правдиной, смотрите, прямой эфир. Наталья Правдиной, чакра. Прокачать денежную чакру. Вот, кстати, прямой эфир Натальи Правдиной. Как правило, у меня достаточно работы на маленьком чакре. Также, по разнойности… Он в своем особняке, так что вот. Дальше, манта, это чакра. Вот разница. Так что вот, товарищи, вы присоединяйтесь туда, к Наталье Правдиной. Поскольку здесь, короче, вообще нихуя, даже денег на телефон нет. А там большие деньги, она уже заработала, понимаете. У нас огняк, понимаете, 20 лет преподает. Я сама интересуюсь, понимаете, вот это вот. Каждый день слушаю ее, впитываю знания. Так что вот вам советую. Вот такие вот дела. Ну что, будем слушать ее, тем более денежная чакра. Так что вот, крупным планом себе показываю. Такие вот дела. Очень важный момент, для чего я хочу обратить ваше внимание, это то, что чакры нельзя рассматривать по отдельности. Мы всегда, сначала, нужно обратить внимание на наши коренные чакры, по отдельности. То есть, я, сначала, когда вы себе вот начинаете, могу вам сказать, что на теме, вы хватаетесь, сколько чакры, и мы потом, когда-то ездили, а что нет, ради. Чакры всегда. Когда вы о том, что вы хотите, чтобы ваше жизнь была в порядке, бавритированной, во всех отношениях, вам нужно начинать принимать мерзию объединяйтесь. С первой чакры. Чакры Булатхары. Булатхары чакры расположены у нас в основании космонавтика, где она видит новый жизнь, корень жизни. Затем у нас есть чакра сладких хана, это чакра чувственного воздействия, чувственного восприятия мира, это движение мозга, это движение чувств, это сезар, это зрение, это вкус, это обоняние и так далее. И только потом мы поднимаем энергию сначала с нашей чакры, и затем она у нас уже поднимается в нашу мобильную чакру. И, дорогие друзья, еще раз, я говорю о том, что нужно проканчивать, если вы хотите, то здесь некорректно результаты, потому что нет у нас, что мы хотим, что мы хотим, что мы хотим, чтобы ваша жизнь и ваша денежная удача была прекрасна. Можно даже начинать с того что мы хотим, что мы хотим, чтобы мы хотим, чтобы наши вещи исполнены, наши жены и Mittara языкansел. Функция этой чакры также состоит в том, чтобы вывести человека из ситуации оружия. Из состояния именно энергии. Это то, что больше всего нам мешает вам, это наша день, это наша энергию. Поэтому воспринимайте манипуру как возможность вытащить себя и буквально забылось бы из болота применения и нервности, из болота вот этого представления общего человека о жизни, которое у него есть. И знаете, есть такое выражение, которое принадлежит анализу, что сложнее всего заработать первый миллион, точно. Сложнее всего сделать первый шаг к тому, чтобы вытащить себя из болота вот этой вот зрения, инерции. Все курят, и я курю, и я не могу не выручивать, потому что по-моему, не могу выручивать от боли, не могу заниматься утром, повязкой. Мне лень, мне тяжело, нет времени. Это преодоление самое первое. Если вы будете раскачивать, прокачивать свою новую чашку, да, день за днем, месяц за месяц, в вашем будущем, я могу рассказать про себя, друзья. Я изначально не была такой вот, знаете, тоже активной, такой вот, колоссальной энергией, как мы сейчас называем таким представителем. Я была очень кровной, очень уверенной в себе. Это действительно так, это правда. До тех пор, пока я не стала развивать свои физические цены, пока это стало тем, чем я занимаюсь. Кстати, у вас тоже есть великолепная возможность, друзья. С 8 сентября я приглашаю вас на великолепнейшие активные свои взрослые, жемчужины, временных тренингов, которые будут проходить в курсе, там будет тепло. 8 сентября будет очень тепло, море фруктов, море удовольствия. Вы не хотите протачивать, протачивать, протачивать все ваши чакры. И вы увидите, что даже за неделю реально отрывания у вас будет 5 с вами ташистических протачивающих чакр. Вы увидите, что вы реально у вас были очень сильные изменения в том числе для человека. Все подробности у моего шахта и профиля, пожалуйста, узнавайте, регистрируйте свои места прямо сейчас. Теперь, друзья, что еще хочу сказать. Если у человека большой желтый, то есть реально вот это какая-то измолокもの Потому что пресс, ваш пресс, когда вы делаете все упражнения на пресс, вместе с вами вы прокачиваете свою манипульную чахну. Вот сейчас мы с вами подходим уже к упражнению. Еще раз хочу напомнить, что ведь великолепные комплексы упражнений, которые вы с вами проходили на моих грузинах, не нравятся. Сейчас я вам дам просто мысли по упражнению, потом у нас будет чудодейственная дистанция, на которой я уверена, вам очень понравится. Оставайтесь с нами. Итак, самое важное упражнение, которое мы делаем чахну, это так, отрываемая, поздняя, отдыхаемая. Давайте мы сейчас с вами все вместе сожмем мышцы живота и делаем это время короткий вот этот чехол. Давайте еще раз. И это называется огненное дыхание. Огненное дыхание вторым чахтом. Так вот, друзья, для того, чтобы изменить свою жизнь, начинайте с огненного дыхания. О пользе дыхательного упражнения я в центре как-то тоже к нему ответила. Но сейчас я вам хочу просто презентовать, вот предложите вашу руку любую засолнечное освещение, давайте вместе просто подышим хотя бы 10-транспортным отдыханием. Пойдем. Легко, не тратить. Так вот, 50 раз в день. 50 раз в день нужно сделать это упражнение. И вуаля, вы прокачиваете свое манипулы чаку орган. И самое приятное, что вы улучшаете тонус вашего пресса, потому что, конечно, когда вы постоянно делаете упражнения, да, в жизни у вас уменьшается тонус вашего пресса. Далее, друзья, все упражнения связаны с этим, с прокручиванием пресса, да, чтобы сделать, так называемые, гранчи, да, или вот это прессное движение, но вы можете, ну, я даже покажу, поднимать ноги, да, вы можете сделать, это также активизирует вашу чакру манипулу. Еще одно упражнение, вы можете, что я вам покажу, да, ну, я тебе сделаю кое. Делайте каждое утро, в очереди, делайте, 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 каждое утро упражнение. Ой, ну, ладно, эти чакры, чакры, что-то я как-то вообще, вот, ладно, давайте это я закрою, что-то как-то, ладно, я потом посмотрю. Так что, вот, что я хотела сказать? А, я хотела сказать, что если вы рассчитываете, знаете, вот это вот, встретить богатого олигарха, что он там, это будет подарки дарить. И вообще, знаете, вот это супер богатого кого-то. Вы особо знаете вот это вот, так это, разините рот. Как там эти самые дорогие десерты? Десерты дни я, там, с этим кольцом. А кто ему сказал, что если вы с ним потом поссорите, то он от вас это, вот это не отнимется. Одно дело, а, вот что, идея какая. Лучше домой богатеться, понимаете, становиться олигархиней. Потому что порассчитывать, что, знаете, вот это вот, домогатого олигарха, что он вам вот это вот, что там, это кольцо подарит. Ну что, давайте уже быстрее, а, рекламы? Ну да, сначала, короче, попробуйте дождаться подарков. Отставай. Общий вес древиатов достигает 50 карат. Торт назван в честь известного японского ювелира Сабьерса, который предоставил драгоценные камни, и заслуженного кондитера Нисами Ниамото, работавшего над уникальным дизайном пирога. Шоколадный торт Валентайн Даймонд, 5 миллионов долларов. Женщинам непременно понравится шоколадный торт, созданный японским ювелиром из Токио. Правда, сложно решить, относится он к кайпирскими или ювелирным изделиям. Ведь его украсили двумя тысячами бриллиантов. Форма у торта тоже необычная. Очертаниями он напоминает африканский континент. Ну что ж, на этом все. Кто хочет такую вкусняшку, пишите в комментариях. И до скорых встреч. Пока. Ну, видишь, был такой дорогой десерт с кольцом. Вот здесь. Рекомендую вам новую браузерную онлайн-стратегию «Олигарх». Окунитесь в мир богатства и роскоши с реалистичной графикой и красивой архитектурой. Сделайте с маленькой фирмы на задворах города многомиллионную корпорацию с множеством филиалов. Заходите, ссылка в описании. Сложно поверить, но в меню некоторых ресторанов есть блюда, стоимость которых в несколько раз превосходит цену московского жилья. Пристегните ремни, потому что сегодня мы покажем вам сиропом клуб «Днику» стоимостью, который является самым дорогим десертом в мире. В популярном ресторане «Арнаус» в Америке, некоторые из которых были выполнены в форме сердечек. И, наконец, на первом месте угощение, которое пока является самым дорогим десертом в мире. В популярном ресторане «Арнаус» в американском штате Луизиана подают залитую сладким сиропом клубнику стоимостью, подожди, подожди, почти 4 миллиона долларов. За что же залитение просит такие бешеные деньги? А вот за что. Необычное украшение. По имени листьев мяты, клубнику украшают кольцо сиропом каратным розовым бриллиантом. Дорогостоящий аксессуар указывает на смысл угощения. Оно предназначено, чтобы предложить вас разлюбленное рукой и сердцем. Заказать такую клубничную аттракцию можно по предварительной договоренности с руководством ресторана. Да уж, чего только люди не покупают за свои кровные миллионы. Не могу рекомендовать вам делать тоже с бешеные деньги. Типа, подожди, почти 4 миллиона долларов. За что же залитение просит такие бешеные деньги? А вот за что. Необычное украшение. По имени листьев мяты, клубнику украшают кольцо сиропом каратным розовым бриллиантом. Дорогостоящий аксессуар указывает на смысл угощения. Оно предназначено, чтобы предложить вас разлюбленное рукой и сердцем. Заказать такую клубничную аттракцию можно по предварительной договоренности с руководством ресторана. Да уж, чего только люди не покупают за свои кровные миллионы. Не могу рекомендовать вам делать то же самое, но посоветую посмотреть выпуск про самую дорогую картину и 15 самых дорогих вещей, проданных через интернет. Привет! Смотрите, какая крутая тёрка. Это тёрка. Так что вот. Самой богатеть и, в общем, зарабатывать деньги. А так нет гарантий, что, во-первых, что-то такое подарят, а потом, что это оставят, что не потребуют это. Обратно. Вот такие вот дела. Вот так вот. Вот так вот. Не знаю, я сделала выводы, знаете, знаете, такое, подарки по-русски из этих, короче, и подарки по-русски. Ну, это еще не все, знаете, еще будете, некоторые будут еще просто счастливы, если, знаете, вот это, подарки отберет, покой оставит. Так что вот. Знаете, как это? И что? Как сегодня ярко в небе солнце светит, и совсем по-новому цветут цветы, просто я случайно. В летнем парке встретил девушку небесной красоты. Легкая походка, волосы как птицы, золотом играют на ветру баря. Как же в это чудо можно не любиться? Я не знаю, честно говоря, все равно моею станешь ты. И пускай порой не все так просто, подарю тебе я все цветы. Для тебя, тебе сдал стану звезды. Кстати, могу вам подсказать вариант. Например, вы были замужем за супербогатым человеком или за олигархом. Потом развелись. А у вас там подарки такие. Вот чисто по энергетике, потому что я, знаете, специалист в области аппозитивной психологии, энергетикой занимаюсь. В каком случае, в принципе, у вас могут достаться эти подарки по энергетике? Скорее всего, они у вас останутся, если, например, в период брака просто вашего, так скажем, совместного проживания вы вложились душевно. Не знаю, там, возможно, там какие-то были проблемы, вы душевно как-то вот это вложились, принесли какую пользу для него конкретно. Вы поняли, да? Возможно, он не был таким богатым. И в период вашего брака он больше разбогател. То есть вы поняли, да? И это связано каким-то образом с вами. Может быть, вы были такой музой, знаете, как они говорят, а, вот она муза. Понимаете, вы были музой, и он из-за миллионера стал миллиардером. Вы поняли, да? Вот так вот, а мы занимались собой, были музой. То по энергетике, вот в таком случае, я думаю, что все будет нормально. Ну, это вот навскидку просто я сейчас подумала. Или какие-то были проблемы, вы вот вкладывались, или, например, он болел, вы его как-то, да, вы поняли, там, ну, в общем, вы поняли, да, вот как-то относились, то есть там, в общем, ну, не то что ухаживали, понимаете, при больших деньгах, то есть, в общем, с душой и так далее. Вы поняли, да? Желали добра и вообще, то есть, в общем, такое, знаете, такое душевное тепло, вот это вот такое энергетико вложились хорошие. Чтобы он чувствовал себя комфортно и так далее. А если, конечно, такие стервы, как показывают там на Рублевке, как вот этот фильм, сейчас Татьяна Салманова вам скажет, между нами девочками, на такие стервы, в глаза это и говорят одно, ой, такая, ты симпатичная, там, вот это, ну, вот этой, ну, как там, дочка этой, Раити Степановна, ну, вот, а за глаза, говорит, ой, сорокалетняя, вообще две он ее отыскал, вообще такая, посмотрите, вообще на нее за глаза, вообще, при совершеннейшей гадости, говорят. Вы посмотрите, как они между собой там, все на тюнинге, все там, на искусственных там, эти губы, губы попа, грудь, в общем, все это вот это, вот и разговоры у них какие. Они выходят замуж за богатых и в период брака, чтобы что-то он подарил, что-то заиметь, даже сбогатеть. И вниз, ну, и как она ее учит, говорит, вот, если он там в командировку поехал, там регата, еще что, с кем-то переспал, значит, подарок тебе подарят, тоже понятно, или два подарка. И говорят, что вот, он там с той переспал, вот у меня машина, с другой переспал, вот у меня кольцо столько бриллиантов, короче, каратов. И они ее учат, говорят, а что ты там-то сидишь? Ты что думаешь? Он вообще такой вот этот лавеллаз, тут гулял, гулял, а ты тут вот эта вот сорокалетняя тут села. Так что вот, они ее учат, чтобы она обзаводилась, я не знаю, там, в общем, как-то подумала, чтобы как-то обзавестись деньгами, пока она с ним живет. Такое, знаете, хамско-банское вот это отношение, то есть, ну, вот там это показано, там девица показана, потом, знаете, еще с ними это-то общаться, да и вот там вот посмотришь, как они общаются, их стороной просто обходить надо, по энергетике, понимаете, глаза ей одно, за глаза совершенно другое, только отойдет, понимаете, обсуждают совершенно по-черному. Еще вот такие гадости всякие, ну, это, наверное, такие реалии, понимаете, такие реалии жизни. Если, конечно, она вышла замуж за него обогащаться, это неизвестно, понимаете, что ему там в голову взбредет, он, скорее всего, может быть, знаете, вот это вот, такой бизнес, знаете, 90-е годы, бандитский Петербург, вы поняли, да, что ему там в голову взбредет, понимаете, все оттуда, ну, вы поняли, да, что я хочу сказать? Он потом новую себе какую-то такую найдет, а новая ему там напоет. «Ты чего, я вот это подарил, то подарил, давай вот это, давай вот это». Вот напоет она ему что-нибудь такое, как-нибудь гадости наговорит, он приедет и все, короче, заберет. Вы поняли, да? И вообще вот эти разговоры типа вот это вот фитнес-фитнес, там вот, ну, совершенно какие-то разговоры, я считаю, что совершенно лишние, совершенно, знаете, они портят, ну, и такие вот в этих фильмах новых русских это вообще такой вот этой линии проходят эти разговоры, они так живут, это образ жизни такой. Я сколько-то вот сериал смотрела, а одним за другим вот эта вот фигня. А она вот такая принципиальная, она другая, вот почему вот в этом между нами девочками. И там тоже вот эта подружка с работы, что там ее навязалось подружке, а сама собиралась за него замуж выйти, смотри вот эта, смотрите, вот этот Заворотнюк играет, эта актриса, актриса Заворотнюк, навязалась к этой, как-то в этой, к этой подружке, вот. А сама собиралась за него замуж выйти, а она не собирается жениться на этой, вот как там, на дочке этой Ире Степановне. она ее пытается увезти, а кто их подружки навязал и советует ей. Знаете, и совет, понимаете, приобретете такую подружку, она приобрела ее, она ей посоветовала, что то я пришла с ней вместе работать в офис, а потом она так же и ушла, потому что она не выдержала вот этого нокаута, понимаете. понимаете, что у него этот, вот эти вот это вот, короче, столько там этих женщин, все, конечно, вот это, такой вообще гаремы, вообще вот эти разговоры, суда-пересуда. Она пару раз послушала и, в общем, как-то вот это вот. послушали за глаза и сказали, о, какая ты такая мятенькая, как у стилиста сходила, такая красивая, в глаза ей сказали, такая просто супер-шупер, я посоветовала. А за глаза стали там всякие гадости говорить. Вы просто не обольщаетесь. То, что она услышала, там стали там гадости говорить, еще и вообще просто, вообще практически ничего. Они еще, знаете, что за глаза могут наживать всех болезней по списку. Так что вот, она просто об этом не знает. она расстроилась, короче. А что с ними сделать? Их что, всех уволишь? Они все такие там, в этом офисе, почти все такие. Вот этот офисный планктон. Я вам просто по энергетике говорю. Ты же так сказала, а потом сказала, не так все, не так все вот это вот однозначно. Как оно получилось, что переехала она в Москву, нашла себя, сидит там беременная 40-летняя в этом шикарном особняке, нашла себе подружку из этого офиса, которая, эта подружка хочет, она и до нее хотела из него замуж выйти, но он на ней не женился. Хотя она такая вся умная, красивая, сексуальная, но он сказал, что гуляем с одними и женимся на других. Так что вот, он так и сказал. И вообще, понимаете, давайте сейчас посмотрим, какая-то серия была, давайте идеально посмотрим. И потом, такой внешности мужчина, понимаете, а что она хотела? Такой внешности мужчины, только будешь с утра до вечера, с ним как на тумбе будешь вот это вот, только будешь спасти его. Как там? Посмотрите на его внешность. Если кто-то думал, что таких мужчин можно захмутать вот это вот, двенадцатая серия, второй сезон. Как я это сказала, бывших этих сексоголиков не бывает. Вы посмотрите на его внешность. Я по поводу этого ничего не могу сказать, но вот здесь по фильму мы обсуждаем, мы с вами вот обсуждаем. Победа. Весь мир на вашей стороне. У меня есть бронолента, заживляющая мотивы повестки спела. Просто я обратила внимание на, я обращаю, сейчас я по третьему разу смотрю некоторые серии этого фильма, обращаю внимание на его эмоции. Насколько эмоционально Ирина Степановна, и насколько, вот он здесь, смотрите, вот, насколько этот бизнесмен, как он выражает свои эмоции. У него на лице всегда одна эмоция, у него две эмоции или три. Вот он. Других эмоций я у него не заметила, хотя, посмотрим, надо будет еще обратить на него внимание. он такой вот этот, как там, кризисный менеджер, большой руководитель. Мама. Если у Рады Степановны там много эмоций бывает на лице, а у него три, понимаете, он ухажает три. Зачем тебе много? И почти все одно и то же, как бы. Ну, если девять утра для нас ночь, она не в ночь. Так, ладно, сейчас посмотрим дальше. Проблинестар. Я к цему, каламп. Снимали на аваре, много на стол все суббелином. Я не спрашиваю, куда ты их там, а я спрашиваю где они. Вот он же. Если ты спросишь меня о них в третий раз, они все равно не боятся. Понятно. Чемодатные, там снимаем костюмка, елокренажер и кресло котелка. Жаль, ну что ты хочешь? Уже бредники научить. Я еще тебе бред, как ты бредник, думающий к нему не с кемпионате. Кстати, очень хороший вопрос. Погонщик я на постановил, один из героев живой большой Горазом до главы. Я пошла в ванную, а мне кто-то сказал? Доброе утро. Это была я. Костя, вышел. Мамочка, успокойся. Это Ева. Я не знаю, может и Ева. А что она тут сидит? Мама, она здесь, Костя. Это комбин. Он не думал, да я тебе все раз рассказывал. А откуда она знает комбин? Я знаю, а ваше. Я все. Ясно? Товарищ, приходи назад. Все открыли. Ева. Слушаю. А ты правда все знаешь? Ну, смотря что, у вас конкретные часы. А когда я взялась? В 555-м. Ну, это Ирая Степановна, вот колоритная актриса. Ну, вы уже поняли, я там загружаю в некоторые серии. Только никому больше не говори. Ну, может и Класс. Я слышала где-то? Ищи. Ничего не казалось. Понятно? Да. Понятно. Первый из него. Здрая. 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 Ленка, ты Лесе звонила? Мы сегодня ужинаем. Ну, если звонят сегодня, у них планы ходящих прогулок. Тогда да. Не смешно. Вы приведитесь, когда я скажу. Я не знаю. Варина обещала заскочить. Не сказала, во сколько. Так что я попозже приеду. Я не знаю. Я не знаю. Это. Уф. Так официально. Люблю такие рисы. Скажи, откуда вы улетели? Вот этот Заворотнюк, смотрите. Вот он нам звонит. Привет. И смотрите, что он с ней поговорил, что он сейчас скажет жене. Обратите внимание. Что это водитель ей привет передавал? Мой водитель почему-то решил приветствовать. Обратите внимание. Что? Я поехал с еще позадом. Я поехал. Второй сезон заканчивается, что она от него уходит. Вот, увидела штамп панкры, что он женат, а от него уходит. Вот, увидела, вот это вот. Понятно. Ну что? Ну что это? Ну, блин, оказывается в воде вон. А где вы тут в доме тонка? Другие. Есть в кофе-машина. Да что ж такое? Вот это ванка, говорит счастье. Какой кофе вам сделать? Ела. Ну зачем фарк можно схватить? Я думала ты в ванной. Я везде. Я по всюду в ванной. Эспрессо с Американо с ладоем, пакетом, бетретом. Знаешь, я как люблю. Пол чашечки холодной воды, на нее две ложечки кофе, ложечку сахара и на медленном обе. Эспрессо с Американо с ладоем, пакетом, 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 супом. Ну, что-нибудь на свой вкус. Халявшище. Просто не так страшно. Да. Солбайте ему пальцы. Отпейте ему колено в чашечке. Как-то тут приятнее вы с вами заложите. И тогда закончен Бурген. Время дальнейшего у вас. Вот такая тонаристая. Это не ума, не фантазия. Понимаете? Вот, какие авторы того кино? А чем на кино работаете? Я вторая режиссера. А чем занимается вторая режиссера? Тема, чем не занимается первая режиссера. То есть практически к всем. Это графиками, это локациями. Кстати, кастинг. Жена, ты кого мне прислала? Павел? Это же какая-то таблетка от женщины. Я? Дай мне серсия. Серсия. Дай мне серсия. Чтобы у вас пройдет. Чтобы у вас в лицо было. Чтобы у вас не было. Ищи! Дура полная. Вот. Два веса-то. Его с найти. А ты с ума главного. А я вам не подойду. Дай мне подойдет. По возрасту. На бассаж. А, блин. Жаль. Ты так задумываешь, что есть мясо в кино? Да. Абсолютно ваше. Абсолютно ваше. Абсолютно ваше. Вы думаете? Да. Абсолютно. Мы жаль три самолета. Ну, слушай. Ну, надо бежать. Ой, да. Да. Мне тоже. А если естекать куда? Нет, мне не будет. Не по дороге. Но я вас подошу. Городу нашли. А вы ходите, да? У меня больно. Ой, больно. Какой? Второй или шестой. Ма, я готова? Поехали. Куда поехали? Лена, ты Москвы не знаешь. Сиди уже дома. Меня к вам повезет. Что? Уф. Настя! Привет. А где беденница? У зуброва. Она же прошла. А, точно. Тогда ты со мной пойдешь? Куда? Заканчиво. Кстати, ты его знаешь. Сейчас. А ты чем-то занята? Здорово. 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 А ничего, что он тебе вот загадит? Возможно, это и есть молодец. В смысле? А старый у тебя чем-нибудь? Скажем так, набором МК. Ладно. Получится. Поехали. В дороге расскажешь свою самую барбану. А зачем-то сверcejет? А здесь. Сверху. И здесь. Ну да. А сколько. А чем-нибудь. Скажем так. Сверху. Нарисичным. Сверху-сверху. Нарисичным. Нарисичным. В то-о-ть. Нарисичным. Сверху. За todo. Сверху-пamic. Нарисичным. Удин. Удин. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А она вот по фильму еще решила, у нее кольцо и все, и замуж. Она в паспорт у него штамп убегла, а он там еще не развелся. Из-за этого штампа она решила от него уйти, кольцо оставить. Понимаете, вот это вот. И еще подруга ей, которая в мэрии, еще ходит, чтобы он понимает, и за ней, наверное, еще на коленях приполз, да, вот это вот. Советую ей, кита. Из колхиста. В криевой моде. Где день, где день? Михаил Дионович, я вообще финансов. Оказалось бы, а вы по какому вопросу найдете юбилей? Что же вам сказали? Это демокрещение, это уже идет. Что значит нету средств? В этом году на ресторанскую голову выделено полмиллиарда. И где они? Я вас спрашиваю. Где день, где день? Михаил Дионович, я вообще финансовым вопросом не занимаюсь. Извините, это не вам вопрос. Михаил Дионович, дело в том, что из скачковых курса выйденных средств катастрофически не хватает. Думаю, вот какое предложение по оптимизации, я могу сказать. Было бы неплохо обязательно. Давайте перейдем в следующий вопрос. Нам есть что обсудить. Вот, например, юбилей филармонии. Да, это очень важный вопрос. Есть у нас представитель филармонии? Есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, как дела. Как вас идет, как дела? Что это и дело, что никак? То есть, да, никак. На юбилей, что вообще никак? А вот как-то так. Правда, не через две недели, а больше, но от этого не легче. Нам не дали ни копейки. Стоп, стоп, как-то никак. Я еще в мае лично подписал приказ о выделении средств. Значит, они до нас не дошли, а сели по дороге. Кое-кому в карманах, и я даже могу назвать вам фамилию и кое-кому. Хорошие у тебя дела. Простите, пожалуйста, по моим сведениям, все средства пришли в срок. Все 90 миллионов. Сколько? 90 миллионов. По миллиону за каждый год. Да. Какие 90? В нашей филармонии 60 лет. Нет, да, нет. Вы что-то купили? Нет, это вы купили. Я проработала в этой филармонии всю жизнь. По всей Москве висят баннеры. 93 московских филармоний. Причем здесь московских филармоний. Я говорю про Сидюшев, который в этом году 60 лет. Последствую, что вы будете? Ну, вообще кто? Ироитор Степанова Семенцова, замселектора Сидюшев. Сидюшев, это где-то ее везет. Первый раз слышал. Это город в Орловской полке. И нам в этом году исполняется. Женщина, вы понимаете, что вы не туда попали? Это департамент культуры города Москвы. Да. И все деньги у вас. А вы никому не нужны. Вы брошены на произвол судьбы. Знаете, что я еще хотела сказать? Очень удивительно, очень удивительно, если вы, например, живете 30 лет, 30 лет там, в одной квартире, там большая площадка, лестничная площадка и квартиры, например, и там живут люди. Вы понимаете, да, за 30 лет, то есть, если, например, ну, сказать, если 30 лет отсчитать, было 40, 30 лет 70, да, предположим, там несколько семей, 3 семьи, да, вот так, предположим, на скидку. На площадке 3 семьи, вот так, 40, там вот эта семья, ну, вы поняли, да, семья с детьми. Было им 40, за 30 лет им стало 70, это понятно, да, дети выросли у них. Вот что удивляет. И вы за 30 лет, вы понимаете, да, там муж, жена, там такие пары, муж, жена, получается, и у него, и у нее. Ну, должны быть родители. Получается, когда им было 40-50, этим родителям, то есть, ну, вы понимаете, да, родители должны быть в возрасте. И получается, родители сколько у нее, у него, и несколько семей, то есть, 3-4 семьи, то есть, там тоже должны быть, в общем, вы понимаете, да, идею? И за 30 лет вы не видели их родителей ни разу. Ну, в смысле то, чтобы они или к ним в гости приезжали, или к ним как-то поселились, а у них, в принципе, достаточно большие квартиры. Или чтобы, знаете, когда те стали в возрасте, чтобы они к себе их взяли, например, вы поняли, да? Вы бы тогда убедились, что к ним вот родственники, там, родители приехали, у них живут. Ну, если бы речь шла об одном человеке, но если речь идет о нескольких, нескольких семьях, да, это очень удивительно. Можно сказать, что они детдомовские, но все они детдомовские быть не могут, правда? Возникает вопрос. Получается, они все это время жили отдельно, ну, это понятно. Но самое интересное, что к ним не приезжали те в гости. Ну, возможно, они приезжали, но редко, что вы их не видели. Такой вариант есть. Получается, им помощи не понадобилась, когда они стали пожилыми. Знаете, как говорила моей бабушке Антонина Мастьяновна, как она говорила, у нее мама жила больше 90 лет, в общем, такая была долгожитель, а это было, знаете, еще в начале прошлого века. По тем временам, так это вообще-то у них как-то вот такой достаточно солидный возраст. Детей у нее было несколько. Это когда она уже была в таком возрасте, там, за 80 или как-то вот это. Вот эта бабушка говорила, что она жила у разных детей, то есть у одного поживет, у другого, то есть, ну, они как бы, ну, вы поняли, да, идею? Тут возникает вопрос, возможно, они сдали их в дом престарелых, но это не может быть массово или коллективно всей площадкой, что ли? Я просто как-то раньше об этом не задумывалась, я просто в связи вот-то, поскольку рассматриваю вот этот, вообще так вообще, смотрю, как она играет, все-таки, знаете, а вот на пенсию пошла, как-то вот так вот. На пенсию пошла, и дочка сразу стала ее упопрекать, что она на ее деньги живет. Так она работала, стала армония, как на пенсию, в общем-то, там такой конфликт был, просто вот и разные темы мы с вами обсуждаем. Ну, что ж, продолжаем. Значит, какой у нас начинал вопрос? Сера. Держ, ну ты себя слышишь, ну, какой Сербух, какой заповедник? Приостка, Сера. Какой? Приостка, Сера. Нет, нет, я тупо не наеду, вот при этом, вы говорите. Кому нужны твои? А, конечно. Вечер, раз. Там-то. Что? Тупик-фу. Много раз обещали себе выучить английский язык, но так и не выучили. Вы все еще мучаетесь тем, как запомнить все времена английского языка? Раз. Да. Там-ка? Как у вас дела? Кого припадет? Устраняй последствия вези по 12-й школе. Зал приводит порядок. Приводите. Не приводите в любви, в норме, в зале, в зале, в зале и в зале. То есть, как у тебя? Понимаете, вот если рассуждать о Баравине Степанове, не понимаете, вот такая женщина, как праздник, даже на пенсии. Вот она привлекает двух поклонников. Можно сказать, что, ну да, когда, как она говорит, когда ей хочется плакать, она или поет, или смеется. Философия у нее такая в жизни. Она не занимается позитивным мышлением, она не занимается, там, я не знаю, какими-то такими, знаете, ну, в общем, вы поняли, да? То есть, она вот так по жизни у нее. Такая актриса, 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 певица по жизни. Но она понимает, почему она так живет, она понимает, что тем самым она сохраняет свое здоровье, свою молодость, понимаете, свое здоровье она сохраняет таким образом. И свою энергетику, поэтому она и нужна этим мужчинам. Если там, понимаете, вот уже, еще не успел замуж, от ее дочка выйти за этого бизнесмена, красавца, уже не знаю, как его удержать в командировках от его, чтобы он не загулял. А это праздник, она держит себя, понимаете, держит себя на позитиве, поэтому она им интересна. И понимает, что она, поскольку она себя держит, она излучает, она излучает, знаете, как это говорит Светлана Ермакова, она как бы генерирует счастье, поэтому она ей нужна, и этому, и тому нужна, понимаете? Сама по себе нужна, потому что она генерирует счастье. А как она генерирует? Вот потому что у нее такая философия. И она знает, что если она будет расстраиваться, плакать, зудеть, на нервы действовать, звонить, загружать проблемами, никому это понравится. Вы поняли, да? А им так кажется, о, как-то странновато, такая она кармическая, короче, нагрузка, вот это вот... Лучше бы она сидела, короче, и зудела, короче, дома. Некоторым, а никто, конечно, больше нравится. Я просто вам говорю, просто в чем разница? Я просто это все им вот разбираю. В том-то и разница, что она сама по себе вот нужна, поскольку она вот генерирует, генерирует такое счастье. Такую радость с шляпками, одеждой вообще, то есть, ну, в общем, вы поняли, сама по себе. И понимая, что генерируя, будучи такой, она им нужна. Поняли, да? А это самое главное. А та, ее дочка, думает, а как его удержать? А эта уже знает ответ. У нее вот той ответ прямо вот на виду ходит, понимаете? Вокруг нее раунд. Она такая лежит и у этого компьютера спрашивает. Ева, скажи, там, излишне... Ева, скажи, как вот удержать мужа от того, чтобы он там не загулял в этих командировках? Хотя от виду, у нее рядом ходит ее мамаша вот эта. Все гениальное, она просто. Я понимаю. Все правильно, понимаете. Можете меня поздравить. Мое бояние сделало свое дело. Лично сам министр поклялся нам помочь. Спасибо, спасибо. Ура! Рада! Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю, я так что, я хочу видеть, в свою руку поэтом один. Ну всё-всё-всё, холостовщикам билет больше наперутся. Я хотела ещё раз вас поздравить. Вы не представляете, что для нас значит этот юбилетик? Да что вы такое говорите? Какая благодать! Мы должны друг другу помогать. Мы же всё-таки одна страна. Страва палочек. Настоящий юбилетик. До свидания. До свидания. До свидания. Так а... Чего? Юбилей. Поздравляю. Вот обратите внимание, как она одетась. А дальше, смотрите, шляпка с разноцветными цветочками. Жёлтая блузка. Светлый пиджак. В общем, там, яркий поясок. Тёмно-синяя какая-то, в общем, синяя трассированная юбка. Сумочка такая. Какие-то такие там или туфельки, или сапожки, или в чём она. Понимаете, вот одета она как? Обратите внимание. Нет, одену. А денег нет? Как нет? Вы же лично пообещали за месяц, что поможете. Не передёргивать твои слова. Я сказал, чем сможем, поможем. А сейчас мы вам помочь ничем не можем. Нет, можете. Не даёте денег за эти коллективами, номерами. Для этого можно в Москву вам признать. Ой, ну, вы неплохо. Да вы представляете, сколько они стоят. Так взял эти деньги. А денег нет. Ну, как нет, как нет? У Москвы нет денег? Для вас нет. Нет. Послушайте, а почему бы вам не обратиться в ваше областное управление? Так у них нет. Сиденье в Москве. В Москве. Для Москвы. Ну, подумайте, с моей клубой. Как мы вам можем выделить средства? А в качестве чего? Я не знаю, в качестве шефской помощи. Ну, для шефской помощи я дадим к шефу. Ясно. Значит, не дадим? Нет. Это ваше последнее слово? Да. Хорошо. Вы меня не знаете. Я вам такую шумицу столью. Надо уже, и до шефа дадим. Салатная сумочка. Синяя юбочка. Ага. Иваног, вы умирает джентльмен. Вы монет женщину к ним визитку. Попыта ехать, забрать. Я просто уверен, что боевая цена. Ммм. В каком-то смысле? Ты же обещала, я их заехал в гости. Обманывала подруги хорошо. Да. Нехорошо получилось. Надо позвонить, извините. Угу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас просто прориска будет несколько, как говорится, в этой серии, должно быть в этой серии. Верать Степановну там на студии встретила этого замминистра, или это в другой серии уже будет, сейчас посмотрим. Это второй сезон, двенадцатая серия, между нами с девочками. Верать Степановну, она будет такой электронный курс по этому, знаете, по его фильму. Я уже столько раз, знаете, просматриваю, ну, серий-то много, первый сезон, второй сезон, получается в другой серии. Ну, ладно, получается в другой серии. Ну, что сказать? Вот она уже раздевается, его соблазняет, но он не соблазнился. Так что, вот, ну, по фильму он не соблазнился. Ну что, давайте посмотрим, ох, этот личный кабинет, банк Тинько. Сейчас я прибавлю звук. Выключу будильничек. Банк Тинько, личный кабинет. О, это же ланчик Тай, можно уже делать салат. Можно уже плавно делать салат, кушать, варить макарошки, сделать салат из огурцов, помидора, виноградным уксусом, рапсовым маслицем. Так что, вот, завтрак плавно перерастает в ланчи, потом через несколько часов жарить цукини, плавно переходит в эти обеды, как в Париже. Никому не говорите. 1476. Код. 1476. Да, мы им никому не скажем, мы его сейчас вообще даже сотрём. Сейчас я только такой веду его сюда. Ох, немножко оно, что-то как-то здесь открылось, непонятное. Здесь я сотру. Минус 247 рублей, 15 копеек. Кредитный счет, еще главное, платину, мужчина зовут платину. Минус 7247 рублей. 15 копеек. Платеж, минимальный платеж, 8 сентября, 600 рублей. Так, я уже покушала. Оплачиваю, это, знаете, моя карта. Кстати, если вы хотите стать спонсором моей творческой студии позитивного мышления, силы и позитивной мысли, моей программой, you're welcome, перечислить вашу спонсорскую помощь для меня. На мою эту карту, смотрите, вот у меня здесь. Бэнкл Тинькофф, я заплачиваю коммунальные платежи, мой номер телефона, интернет, жилищное хозяйство. Оплата за коммунальные платежи, за мой эвинг, здесь за мою квартиру, за электричество. А, там за сентябрь, ну да, за сентябрь, нет, сентябрь, еще сейчас 2 сентября. Сейчас я монстры из ВКонтакте. Не беру. Томатеринцы ВКонтакте. Томатеринцы ВКонтакте. Всем пока обман и кор niemandу. Началом зимы постоянные сентября. До вот сентября delivered. Ну да? Продолжение следует... 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 Стоит на улицу, с моим балконем. Стоит на облачке в Санкт-Петербурге. Вечная жизненная истина, или вот эта книжечка давала анонс про Ронду Берн. Так что вот, что будем читать Ронду Берн. А, я поняла, что здесь, ну сейчас, нужно, наверное, по-другому дать свет. Еще самое главное, свет правильно выставить. Здесь немножко за... Самое главное еще правильно выставить свет. Это, кстати, я уже читала. Просто у меня, знаете, такая штучка здесь прямо открылась. Я уже читала на одном. Путь к спокойствию. Глава 5. Я дровки читала. Книжка «Вечная жизненная истина» Джозеф Мерфи. Просто смотрю, насколько мониторю, насколько прохладненько. В принципе, знаете, сесть, в общем, я, конечно, проветриваю. Вот, но сесть вот так вот прямо такая одета, в принципе, не то чтобы вот так вот сесть и читать книгу. Вы поняли, да? Прохладненько, конечно. Обуздайте свои мысли. Вы можете взять под контроль свои мысли, потому что вы начальник, а ваши мысли это ваши наемные работники. Голова 6. Обуздайте свои мысли. Пишет вот так. В общем, на самом деле. Вот здесь будет. Нет, и съемочка как-то не очень. Или это еще сейчас, как говорится, day. Немножко, видите, лицом такое вот. Здесь нужно по-другому ставить, двигать строн, нужно по-другому выставлять свет. По-другому свет выставлять. Здесь по-другому надо. Вы поняли, да? Его нужно двигать туда. Вы поняли, да? Его нужно двигать туда. Зеркало. Чтобы свет выставить, здесь по-другому надо. А здесь я когда выставлю свет, здесь будет недостаточно света для, чтобы читать книгу. И достаточно прохладно. Как светорежиссер. Видите, высвечивается. Это хорошо. В принципе, не совсем. Значит, нужно еще подвигать, подвинуть. Ну что, сделаем вот так вот. Чуть-чуть занавесим. Это что у нас получается? Нет, все равно съемочка. Я просто смотрю, как съемочка идет. Ну хорошо, тогда сюда поставлю. Сюда. Посмотрю, как здесь будет. Ну здесь была съемка очень хорошая, когда я стояла там. Теперь что, обратно двигательнее? Ну ладно, хорошо, двигаю обратно. Здесь, в принципе, было нормально, да? Здесь вроде нормально. Знаете, как это снимает? Как вы понимаете, то нужно делать, смотреть, делать пробный снимок, пробное видео, а потом уже заснимать на видео. Потому что разное время, если снимаете с дневным светом, разное время суток, разная видеосъемочка. Так что вот. Ну в любом случае, здесь нужно одеваться. В общем, как-то прохладненько. В принципе, не лето красное, прохладненько. Ну что там, я пойду за занавершу. Там я пойду за занавершу уже. Здесь нужно будет на тарелочке помыть. Приготовить. Я встала. Сейчас я там занавершу, сейчас я пойду. Вот. 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 Посмотрите, тут такой, кто будет на тарелочке. Какая засты. Там я пойду она улетела. В Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok